2015 год знаменательный. Мы отмечаем 70-летие победы советского народа в Великой Отечественной войне. В преддверии этой знаменательной даты наши корреспонденты в специальной серии репортажей будут рассказывать зрителям о памятниках, посвященных погибшим в этой войне. Первый такой материал повествует об истории братской могилы советских летчиков. В годы Великой Отечественной войны воздушное сражение сыграло большую роль в освобождении Славянского района от немецко-фашистских захватчиков. 164-й авиаразведывательный полк в годы войны выполнял спецзадания по разведке глубоких тылов противника. Эти летчики рисковали жизнью, с каждым днем приближая день освобождения станицы Славянской от оккупантов. Многие бойцы погибли при выполнении спецзадания на территории Славянского района. В парке «40 лет победы» в братской могиле похоронено 12 летчиков 164-го авиаразведывательного полка. Братская могила воинов 164-го отдельного гвардейского разведывательного авиационного полка была установлена в 1947 году, в то время, когда еще были массовые захоронения погибших. В 1947 году в могиле было захоронено только семь человек. Со временем там появилось еще пять имен. В 1979 году была проведена реставрация памятника. Прошло много лет, и сегодня эта братская могила – символ ратного подвига нашего народа. Сегодня к этому памятному знаку приходят жители нашего района, чтобы почтить память и возложить цветы. Ежегодно работники Славянского горрайотделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры проводят экскурсии в парке «40 лет победы» для подрастающего поколения. Рассказывают об истории каждого памятника. Славянское Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры работает уже 45 лет. В основном сотрудники организации занимаются поисковой, исследовательской деятельностью. В основном-то и работаем мы по людям, по спискам, которые похоронены наши земляки. Земляки и воины-освободители. Вот это наша основная тема, чтобы были они увековечены. И помогаем разыскать, где они похоронены, потому что к нам очень много обращений с этой просьбой. И на каждого погибшего у нас, и нашего воина-земляка, и воина-освободителя, учётные карточки. Они нам очень помогают в розыске, очень удобно. Картотеку подняли, посмотрели, сделали ксерокопию и посылаем по адресу родственникам. В послевоенные мирные годы в крае стали сооружаться мемориальные памятники в честь погибших воинов, партизан, подпольщиков и мирных жителей. Были увековечены памятные места, связанные с жизнью и родными подвигами героев. Таких памятников и памятных мест на территории Краснодарского края более двух тысяч. В Славянском районе их более ста. Это подтверждает всенародное желание сохранить память о погибших за честь и независимость родного края. Придя к братским могилам, найдя в списках имя близкого человека, люди проникаются благодарностью к создателям символов вечной памяти. Тина Копачевская, Игорь Иванчиков, программа События.